Привет! Сезон Единой Лиги ВТБ набирает ход. Подведем итоги ноября. Пятое место. Впервые в баскетболе. «Зенит» и «ЦСК» — два легендарных спортивных бренда впервые сошлись на баскетбольной площадке. Антураж игры соответствовал принципиальному противостоянию двух футбольных клубов. «Аншлаг» на 7-тысячной арене и зрелищная бескомпромиссная борьба. В итоге уверенную победу одержал «ЦСК». Но в этот вечер, несмотря на что, питерские болельщики были на высоте. Четвертое место. Возвращение Калпеппера. Он улетел, но обещал вернуться. И сдержал свое слово. Главный шоумен прошлого сезона Рэнди Калпеппер снова блистает в красном октябре. И результат не заставил себя ждать. Витомый Калпеппером, клуб из Волгограда, прервал черную полосу неудач и одержал в ноябре три победы подряд. Третье место. Прыгучий Тима. Форвард латвийского ЛВФ Янис Тима в матче с ЦСКА продемонстрировал впечатляющую прыгучесть. В одном из быстрых прорывов Тима почувствовал себя участником конкурса по броскам сверху в матче всех звезд. Впрочем, армейский форвард Сони Уинск в долгу не остался и тут же ответил не менее ярким слэнд-данком. Второе место. Нижний на вершине. Нижний Новгород продолжает удивлять. Команда-сенсация прошлого чемпионата, несмотря на серьезные потери в межсезонье, не знает поражений и идет на первом месте. В чем же секрет успеха? Просто посмотрите на главного тренера Нижнего Новгорода Аймерса Багаскиса. Кажется, что его энергии хватит не только на 12 игроков его команды, но и на целую гидроэлектростанцию. Первое место. Трикшот Сергеева. Защитник Енисея Павел Сергеев в матче с Смоки Минском продемонстрировал настоящий баскетбольный трюк. Игрок сам загнал себя в угол и нашел единственный выход. Бросил в направление кольца. Бросил. И попал. Две секунды на бросок бросает. И мяч! Две секунды на бросок бросает. Игрок.